Всем здравствуйте! Это новости Турции. Для тех, кто открыл подобное видео впервые, я немножко объясню. Я живу в Турции, перевожу на русский язык новости все, что здесь у нас актуально в стране происходит. Если вы хотите узнать, о чем на самом деле судачи сплетничают турки, что они обсуждают и о чем думают вам на этот канал. Эти новости взяты из официальных источников, я просто их перевожу без претензии на профессиональную журналистику. Это мой личный блог. В инфобоксе под видео есть ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Обязательно подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего. Давайте приступим. Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана. Соответствующий документ подписал президент. Правильнее будет сказать о том, что визовое соглашение закончилось по срокам своего действия. И просто был подписан документ о том, чтобы это визовое соглашение, которое было ранее, не продлевать. Таджикистан в соответствии с принципом взаимности рассматривает вопрос введения визового режима в отношении граждан Турции для посещения турками Таджикистана. Об этом сообщил МИД Таджикистана официально. До 20 апреля 2024 года всем неоформленным гражданам Таджикистана, которые находятся на территории Турции, рекомендовано легализоваться или выехать из страны, потому что безвизовое нахождение закончено. То есть подавать на ВНЖ, либо выезжать. Посольство Турции в Душанбе заявило, что отмена без виза для посещающих Турцию граждан Таджикистана, это, скорее всего, предположительно временная мера, они будут работать для устранения, скажем так, этой ситуации, для решения этого вопроса. И также посольство добавило, что для граждан Таджикистана при пересечении Турции как транзита, транзитной зоны в аэропорту виза не будет нужна после 20 апреля. Но для выхода в город и для, скажем так, присутствия в стране виза понадобится. Недавно произошло землетрясение, и турецкая поисково-спасательная команда из семи человек вместе со своим оборудованием, они прибыли в Тайбэй, столицу Тайваня. Потому что там 3 апреля произошло очень сильное землетрясение, магнитуды 7,4 балла, очень много разрушений, и до сих пор без вести пропавшими числятся 52 человека. Под завалами остаются, но подают признаки жизни 93 человека, но это на момент публикации этой новости. Сейчас могут быть цифры какими-то другими измениться. Это не просто спасатели, можно сказать, 7 человек маловато будет, но это узкий специалитет. Это люди, которые именно работают с техникой, с вот этими камерами, которые залазят в всякие узкие места, смотрят с тепловизорами через препятствия, преграду, бетон, стены и так далее. Именно поисковые для землетрясения. То есть это узкие специалисты, которые здесь есть в Турции. Ну и, конечно же, Турция не могла остаться в стороне, потому что землетрясение здесь всегда тема острая. Если мы берем сейчас Турцию, что у нас по... Я периодически даю такую сводку по землетрясениям. Сейчас пока что более-менее спокойно последнюю неделю. Да, были разовые толчки в некоторых районах. В Игейском море было 4 с лишним балла, 4,7. Это ощутимо, это немало, это ощутимо. Но последнюю неделю у нас более-менее спокойно. В прошедшую субботу в Стамбульском районе Белиолу состоялся протест против политики торговли Турции с Израилем. Полиция в этот раз разгоняла этот митинг и протест. Были задержания, людей прям винтили. Применена была сила, забивались автозаки. Официальный комментарий по этому поводу потом уже дал министр внутренних дел Турции, его зовут Али Эрликая, по поводу задержания официально. Что он сказал? Что было задержано чуть больше 40 человек. 38 из них отпустили в итоге на свободу, потому что просто проверили документы. В отношении 5 из них были возбуждены уголовные дела, так как они оказывали сопротивление, били полицейских, оскорбляли и так далее. Двое сотрудников полиции отстранены от работы. Также вчера еще проходили митинги в Конье. Демонстранты выступали против торговых отношений также Турции с Израилем. Там митинг был гораздо более массовый, но там было без жестких задержаний. И, кстати, разговор про протесты, про те, которые были освещены мною в предыдущем видео, в выпуске новостей Вани, которые были. По итогу, также глава МВД Турции Ярликая, он выпустил твит в Твиттере, в котором заявил о том, что в 14 провинциях были задержаны после тех протестов в среднем где-то 340 подозреваемых, которые могли участвовать в этих несанкционных митингах. Они задержаны, эти демонстранты, после уже митинга. Их как бы вычисляли там по камерам. Новости истамбульские. Прошедшую также субботу в районе Бакаркёй на субботнем базаре произошло ЧП. Это всегда очень многочислено хочется отметить. Очень много людей присутствует на базаре, это мероприятие. И кто-то закричал в толпе «Здесь бомба!» И все просто в панике, в страхе, в один момент устремились на выход из рынка. Возникла давка, люди пытались выбраться, топтали друг друга, давили. В общем, это было такое страшное, есть кадры этого, люди кричат в панике. Ну, стандартная паника захватила большую массу людей. Хочется отметить, что не было заявлений о пострадавших или людях, которые обратились за медицинской помощью после этого. Про размеры, ну, я думаю, там порядка тысячи человек на базаре вполне может быть. Это сотни людей, потому что это еще предбайрамное время, незабываемо, с Рамадан заканчивается. И это последние дни, когда люди делают шоппинг, покупки, а не только продукты питания, но там для дома, для быта. То есть максимальная сейчас закупка идет. Вы могли увидеть, что в прошедшие выходные были огромные пробки по стране. На выезде из Стамбула, например, из крупных городов также. И на въезде в курортные города, там, Мармори, Санталия, Алания и так далее. Все было в пробках, потому что все люди массово поехали на отдых. И погода в этом году располагает. Весна у нас ранняя. И также были пробки в торговых центрах, потому что есть, скажем так, утверждение, традиция, я бы сказала, традиция верования о том, что в Байрам нужно покупать новую одежду, делать подарки, дарить подарки детям, игрушки, одежду и так далее. Поэтому все, конечно, хотят начать этот праздник с новой красивой одеждой, с обновления какого-то после тяжелого поста, который был. То есть это такая традиция, это стандартная история. Так вот, представляете, насколько был наполнен базар в тот день, как много там было людей. В итоге, что интересно, по итогу этого происшествия ЧП были задержаны две девушки. Они были профессиональными карманными воровками, промышляли кражами на базаре. Это, кстати, тоже так частая тема. Кошельки телефона воруют, сумки залазят. И когда их схватили во время кражи, условно, за руку поймали, они-то и закричали о том, что есть бомба, и создали панику для того, чтобы им попытаться скрыться в этой панике. Но этого им не удалось. Девушек задержали, их фотографии разместили в интернете, очень много, конечно, в Стамбуле это обсуждали. Ну и, кстати, к теме, вернемся, которая была в прошлом видео, о профессиональных попрошайках. Забыто муниципалитет ЧОРУМ, они задержали нищего, который просил милостыни, но в профессиональном формате. О чем я и говорила в предыдущем видео, говорил, что есть такая профессия про нищих. Это законом, конечно же, запрещается. Просить нельзя по закону. Можно продавать, например, салфетки, носки, платочки, еще что-то, но просить деньги нет. И наличными у этого мужчины оказалось 15 тысяч лир. Задержание произошло в первой половине дня, примерно в обед. То есть эта сумма выручка не даже за полный рабочий день. Знаете, когда я видела эту новость, я подумала, блин, может быть, мы занимаемся чем-то не тем. Возможно, нужно пересмотреть свои взгляды и зарабатывать можно по-другому. Тема вообще попрошайничества, она очень актуальна в месяце Рамадан, если даже муниципалитету забыто удается в каких-то районах эту историю погасить. Это, кстати, по Стамбулу за последние несколько лет, 2-3 года, очень активно это видно. С этим работают. Они есть все равно, но это меньше, чем было раньше. Попрошаек, даже в туристических зонах, гораздо в разы меньше. Но почему в Рамадан вся эта тема активизируется? Потому что так же принято жертвовать, дарить, угощать, отдавать деньги, поддерживать, кормить ближнего, нищего и так далее. То есть человека, кто не может себе что-то позволить, человека нуждающегося. Если ты это делаешь, особенно в священный месяц, если ты верующий, религиозный человек, то ты максимально делаешь хорошее, доброе дело, тебе это зачтется, и, в общем, ты делаешь благое дело. Поэтому количество всяких попрошаек на улицах именно в период месяца Рамадан увеличивается, потому что они знают прекрасно, что есть слабость у людей, и потребность отдать, желающих отдавать и жертвовать будет гораздо больше. Но давайте, ликбез, к концу видео скажу, что вот варясь в этой истории, живя здесь, мне хочется дать рекомендацию, особенно тем, кто только переезжает сюда или как туристы будут. Вот никогда не давайте деньги, давайте еду. Если вас попрошайка просит, они как очень хитрые есть, которые просят просто еду, вот пойдите в любом встречном кафе, в какой-то забегаловке обычной, в столовой, их очень много в центре, купите ему просто тарелку супа. Это самый будет дешевый и незатратный вариант. Но ваша совесть будет чиста, что вы сделали хорошее дело, человек сыт, вам так спокойнее, вы закрыли свою тревожность, и там уже он, да, решает с этим, съест он это, или, там, не знаю, ему деньги нужны были, он откажется, но, как правило, не отказывается, по моему опыту, я всегда предлагаю еду людям или я предлагаю конкретную помощь. Я практически никогда не даю деньги. Деньги дать — это самое простое. Если мы сталкиваемся с вопросом профессиональных попрошаек, просителей, пусть это профессиональный даже попрошайка, но я дам ему не деньги, а еду. И моя совесть, назовем так, или моя какая-то ответственность, на этом будет чиста, мне так будет, просто спокойнее. Я это делаю, в первую очередь, для себя. Поэтому моя такая рекомендация, если просят деньги, не отдавайте деньги, давайте еду или возможность какую-то, да, человеку просто накормить его, вот и все. А вот такие новости на данный момент у нас из Турции. Спасибо за ваше внимание, обязательно оставляйте комментарии и ставьте лайки. Мне это очень приятно, так приходит новая аудитория на канал. Встретимся в следующем видео, в инфобоксе ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Подписывайтесь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok